Привет-привет! Козероки! Это расклад для вас на неделю с 11 по 17 марта. Дорогие мои, начинается у нас праздничная масленичная неделя. Я вас с этим искренне поздравляю. Пусть все обновления и подготовки к весне пройдут для вас самым лучшим образом. Пеките блины, лепите пирожки, ходите в гости, приглашайте к себе, проводите эту неделю весело, ярко и запоминающейся. А о том, как правильно подготовиться к масленице, как соблюсти все традиции, погадать и улучшить качественно свою жизнь, есть посты в телеграм-канале у меня. Если для вас эта тема актуальна, то переходите, подписывайтесь, читайте и выполняйте. В шапке профиля есть ссылочка на этот телеграм-канал. Что ж, а мы будем с вами смотреть три подсказочки на картах Тару на эту неделю. Мы посмотрим ваше взаимоотношение на маккартах. И у Оракула Ренорман мы спросим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в данный период. Что ж, приступаем и смотрим первое событие. Верховный жрец. Ну, многие из вас действительно будут участвовать в каких-то традиционных праздниках, шествиях. Это может быть, что вас пригласят на крестины, например, да, или на венчание, на свадьбу. Может быть, это ваш, вас касается этот праздник какой-то традиционный, да, когда все по традициям, все по определенным канонам. По этой карте, если вы занимаетесь какой-то преподавательской деятельностью или только начинаете, то вам говорят о том, что на этой неделе очень хорошо внедрять какие-то новые курсы, начинать преподавать, вести вебинары. Что еще? Может быть, вам необходимо обрести какого-то учителя, наставника или обратиться за советом к человеку, который для вас авторитетный, кому вы доверяете. Это может быть и отец, и брат, и свад, и кто угодно, да. Может быть, это действительно какой-то духовный наставник, и вы пойдете исповедоваться или просить совета мудрого. Что еще по этой карте? Ну, в любом случае, это ценности и традиции на этой неделе будут играть важную роль в вашей жизни. Смотрим еще одну карту. Четверка мечей. Четверка мечей говорит о некой паузе, о задержке в делах, о каком-то, может быть, недомогании физическом, когда вам нужно несколько дней посидеть дома и привести свое здоровье в порядок. Я вот думаю, что совместно это может быть, когда вы опираетесь на традиции вашей семьи. И четверка мечей у нас еще отправляет нас к родовым корням, да. И, может быть, вы как раз поедете, не знаю, к бабушкам, к дедушкам, да, к встрече с родственниками, когда все вот как положено, да. Может быть, действительно в вашей семье есть какие-то традиции, связанные с Масленицей, или, там, например, свадебные обряды какие-то вы проводите, и это на несколько дней растягивается. Также кто-то из вас может задуматься о том, что отправиться в ретрит, в тишину, когда вы погружаетесь в какой-то процесс познания себя, мира, Вселенной, и, там, на четыре дня вы, например, уезжаете и медитируете, молитесь, что-то в этом духе. Хорошо, смотрим еще одну карту. В ту спинтакли к вам будет входить шанс возможностей. Если вы по каким-то причинам прихворали, то в конце недели вы уже будете чувствовать себя хорошо, пойдете на поправку, и здоровье прибавится. Если мы рассматриваем дела, то здесь могут быть клиенты новые, когда они несут вам деньги, записываются на ваши консультации, покупают ваши услуги или товары. Это может быть просто продвижение ваших дел, когда вы находите шанс, шанс того, что вы реализуете какой-то проект. То спинтакли еще говорит просто о деньгах, когда мы что-то покупаем ценное для нас, и мы несем деньги, либо мы продаем, и нам дают деньги, и мы их несем уже домой, или на какую-то другую покупку. В целом, интересная неделя, шансы реальные будут у вас на пополнение ресурсов, на выздоровление, на то, чтобы обрести, может быть, какие-то новые ценности. То есть вы уезжаете на какую-то родину, может быть, где вы родились, или встречаетесь со своими старейшинами рода и получаете какую-то мудрость, обретаете какую-то ценность. Может быть и так. Пишите обязательно в комментариях, как это у вас проигрывается. Всегда интересно читать. А мы смотрим ваши взаимоотношения на этой неделе. Во взаимоотношениях прекрасное время для того, чтобы объединяться в общей цели и задачи. Рядом с вами есть люди, которые протягивают вам руку помощи, поддержку, которые дают вам уверенность. Заручайтесь этой поддержкой и уверенностью. Объединяйтесь с теми людьми, которые устремлены к одним горизонтам. На этой неделе могут входить и новые друзья, партнёры, как по бизнесу, так и по романтике. И при этом вам важно прояснять, какие цели в дальнейшем у этих людей. Соответствуют ли они тому пути, который наметили для себя вы. И если да, то протягивайте уверенно руку и идите навстречу вашей новой жизни совместной. Хорошее время действительно посещать те места, которые вас наполняют, которые вас вдохновляют, из которых вы питаетесь какими-то силами. И, конечно же, это говорится не только о местах, но и о людях. Те люди, которые с вами давно идут рука об руку, уделите им больше внимания, тепла и заботы на этой неделе. Это повысит качество вашего общения, вашего доверия друг к другу. И, конечно же, позволит вам легче и ровнее идти по дороге жизни к общим целям, стремлениям и планам. Что ж, а мы смотрим на Ленорман, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в данный период. На выбор. На этой неделе перед вами будет не один выбор. Но помните о том, что каждое ваше решение будет позволять вам открывать новые горизонты, расширять ваши возможности. О том, как грамотно расширить возможности и воспользоваться подсказками Вселенной, рассказывается в гороскопе на этот месяц от Людмилы Макогон у меня на канале. Поэтому, если вам интересно, если вы не видели ещё, то переходите, смотрите. Там гораздо проще, когда мы знаем, как планеты влияют на нашу жизнь, к чему они нас готовят. У нас впереди кармический коридор затмений. Может быть, именно с этим будут связаны ваши выборы. И когда мы готовы к тому, что может подбросить нам жизнь, то мы вооружены, и мы можем сделать легче и правильнее этот выбор. Но в любом случае выборы будут. И даже сейчас у вас есть выбор посмотреть гороскоп или нет, прислушаться к этому раскладу или нет. Всё в ваших руках. Но я знаю, что эта неделя будет расширяющая, объединяющая и дающая вам большие перспективы на будущее. Всего вам самого наилучшего!